Районные штабы по противодействию коронавирусной инфекции стали проводиться реже. На сегодня обстановка стабильна, тем не менее три раза в неделю на заседаниях заслушиваются отчеты о принимаемых мерах в разных предприятиях и учреждениях. Ситуация под контролем власти. В каких областях можно ждать ослабления мер в нашем репортаже с оперативного штаба. На штабе понедельника, как и на большой планерке, новостей много. Отчитываются главы и руководители предприятий и учреждения, проведенных рейдов, про галактической работе, озвучиваются цифры дня, строятся планы на будущее. Ситуация стабилизировалась, можно выдохнуть, но расслабляться не стоит. Так ковидный госпиталь собирается оставить в режиме ожидания. Укомплектовываете лекарствами, все это подчищаем, зачищаем. То есть в режиме ожидания. Закрываем, сторож есть, все есть, ходим там каждый день, смотрим, что батареи, все. И в режиме ожидания. Все, пока. Ну просто нам надо тогда инфекцию ту открывать для других инфекционных пациентов. Конечно. Ну да, конечно, не только ковид у нас. Рука на пульсе. Важно соблюсти меры и удержать ситуацию. А потому есть вопросы, которые надо решить. Например, уменьшить очереди старшего поколения на почте. До сведения всех этих 45 человек, я лично сама в телефонном режиме, где при встрече, донесла о том, что сказала, что им будут приносить почту на дом, но не все с этим согласны. Некоторые сказали, что мы хотим приходить и получать сами. Вот сейчас, когда она уже ее получали, я с работниками почты поговорила. То есть я попросила тогда, чтобы она прямо в телефонном режиме отработала, сказала, кому во сколько приходить. Мониторит САФАП и аптеки на предмет наличия лекарственных препаратов, масок, ценовой политики. Так маски в аптеках «Медведево» в райцентре подешевели с 7 рублей до 4. Хотя сейчас стали пользоваться популярностью многоразовые маски. Вангаше точно. Ну, как на панерке говорила, мы 15-го отрабатывали с учебсколом. То есть мы прошлись по всем структурам. Были в школе тоже, хочу сказать, по маскам, что они переходят на тканевые маски. Директор школы поясняла, что каждый классный руководитель персонально разговаривает с родителями о том, что у них есть пакетики, которые ребенок масочку снимает, кладет. Задача родителей – масочку постирать, и чтобы он на следующий день приходит в маске одной, и вторая чистенькая, лежит запасная. То есть каждый классный руководитель разговаривает с родителями. У нас это немного, поэтому мы охватываем всех. Главы администрации владеют всей ситуацией на местах. По-другому не получится. Информирован – значит вооружен. А потому задача выяснить все детали жизнедеятельности в своем поселке, проверить и перепроверить. Сейчас все требования выполняются. В магазинах тоже скопления нет. Но то, что я уже говорила, проводим именно по рекомендации по распределению вот этого товара, который у них находится. Ну, перчатки одноразовые есть, но я спрашиваю, не все пользуются. То есть они не все заставляют перчатки одевать. То есть вот такие одноразовые, как вот липокраска волос, это имеются. Значит, средства в магазинах, но в наличии, в кафе тоже в наличии. Значит, кафе работает одно, когда откроется второе, пока неизвестно. То есть до конца этой недели точно не будет работать. Много вопросов задают жители поселков по вакцинации. Есть ли побочные эффекты, противопоказания. В настоящее время развернута агитационно-разъяснительная работа со всеми слоями населения. Напомним, что ситуация позволила начать ряд послаблений. Начали работы учреждения доп. образования. Там проводятся постоянные проверки соблюдения превентивных мер, следят за состоянием детей в садах и школах. Воспитанников детских садов по Северно-Миссийскому району ситуация следующих селукольных детей 17 человек. Из них ОРЗ и ОРВИ 1 человек, на самоизоляции 1. Среди обучающихся школ Северно-Миссийского района отсутствует по болезни 32 человека. Из них ОРЗ и ОРВИ 11 человек, на самоизоляции 3 человека. Для школ приобретены стационарные рециркуляторы. Сейчас решается вопрос о приобретении переносных для доп. образования. По вопросам ослабления обратились в штаб и учреждения культуры. Так библиотеки готовы приступить к сдаче и выдаче книг по предварительной записи. А людям старше 65 могут организовать доставку литературы. Волонтеры культуры – это же те же самые специалисты библиотек по поселкам, которые будут привозить по потребности книги или периодические издания на дом. Мы точно также забирать. Одна из тем об безопасности – это то, что любая литература, которая будет возвращаться в библиотеку, она будет проходить ретеркуляторы и 5 дней положено, просто чтобы книги лежали. Открыться для небольших групп просит музей, да и спектакли можно проводить, соблюдая все меры и обработку, и рассадку, да и кружки готовы к приему воспитанников. Есть клубные формирования – это хореография, где тоже мы можем запустить ребят ограничительное количество, сохраняя все меры безопасности – 3-5 человек и расстояние, и все это. Но, по крайней мере, можно будет уже по графику, посписочно детей подростков задействовать. Эти вопросы будут рассмотрены, как и другие предложения. И если будет принято положительное решение, а на это надеются и специалисты, и жители, то только от нас самих зависит их дальнейшая работа и сохранение стабильности. Спасибо. 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 Спасибо.